Казань, кинотеатр «Мир», зимний вечер и премьера сериала «Прелесть». Зайдя внутрь, мы ощутили на себе все прелести таких мероприятий. Десятки взволнованных гостей, ждущих встречи с любимыми актерами, и громкоголосая конферансье, который не давал скучать зрителям. Чтобы встретиться с поклонниками, рассказать о подноготной съемочного процесса и ответить на интересующие вопросы, на премьерный показ приехали Федор Федотов, звезда «Серебряных коньков», Равиль Батыров – молодой артист, выпускник Казанского театрального училища, и Назар Сафонов – артист труппы Драматического театра имени Пушкина. Положительное решение было изначально из-за того, что я знал, что будет сниматься Олег Евгеньевич Меншиков. Тогда еще, когда мы снимали «Пилот», еще не было Янковского, Филиппа Олеговича, но был Меншиков, и это уже решило все. Все вопросы отпали. Это совершенно прекрасный сериал в плане том, что он, конечно, тяжелый, он криминальный, такой нуарный, но то, что происходило на площадке, это было совершенно противоположно тому, что вы увидите на экране. Мы подружились с Федей сразу, еще на «Пилоте», а с Лизой мы вообще играем в одном театре. В общем, обстановка была совершенно смешливая такая, очень добрая, дружеская. Вот полная противоположность тому, что происходит по сюжету. Ведущий приглашает гостей в зрительный зал. Свет гаснет, а это значит, что впереди самое интересное. Показ первой серии. По сюжету страшные призраки лихих 90-х возвращаются в провинциальный городок, и их неуемная жадность встречается с последствиями. 46 минут пролетели как один миг. По завершению актеры сериала поднялись на сцену, чтобы развеять мифы о кино, рассказать об истории названия сериала и просто пообщаться с любителями искусства. Мы снимались в сериале, который назывался «Гнать». Вот. И когда уже мы его сняли, то оказалось, что погонь на машинах, погонь друг за другом и убегание друг от друга не так много, как столкновений с золотом, с искушением, и не так много, как ситуации, где вот под эту прелесть герои подпадают и под влиянием этого золота, под влиянием этого золота оказывается. И, видимо, поняв это, креативные продюсеры и весь продюсерский цех и наш режиссер, они решили выбрать такое название. Сейчас, когда уже вышло 4 серии, мы понимаем, что это, конечно, более точное описание того, одним словом лаконичным, описание того, что происходит с этими героями. Сегодня в открытом доступе 4 серии. 5-й уже на подходе, в планах выход 8 февраля. История о криминале, параллельно идущая с темой дружбы и любви, казалось бы, древняя, как мир. Однако подача сериала «Прелесть» такая темная и одновременно проникновенная не заставит отечественного зрителя утомиться от бандитских разборок, тянущихся еще и с 90-х. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Анастасия Упаева. Универ Новости.